Всем привет! Сегодня просто хорошие ножи, часть 2 Мы всех приветствуем, дорогие гости и подписчики нашего канала. С вами, как всегда, Сергей и Макс. Итак, просто хорошие ножи. Продолжаем эту прекрасную тему. И на очереди у нас... Ну, первой моделью пойдет нож-рулик. Модель P848B. Стали Sandvik с глубокой клипсой. Выбрали модель. Почему? Руик-бренд довольно-таки древний. Давно на рынке, но при этом есть очень популярные модели, которые давно и долго продаются. Известные. А вот эту модель покупатели обходят взглядом. Нам она, допустим, очень нравится. Модель похожа на скинду по абрису. Складной нож. Среди спуска середины. С явно выраженной голоменью. Но при этом. В чем особенность? У ножа есть ногтевой зацеп. Это является очевидным способом открытия ножа. Оба и рука. Но в то же время, благодаря его механике, есть и не оба и рука. Инерционное открытие. Он легко выкидывается. У длины клинок 84 мм получается. Общая длина 202-203 мм. Отличный DC-шник. Нож в миру тонкий. С закругленными плашками. Довольно-таки комфортно сидит в руке. Да, ковырять что-то сильно им не получится, как бочкообразной финкой, грубо говоря, плюсы и минусы те же самые. Но при этом моделька комфортная, элегантная и с синими лайнерами. Что я могу сказать? Вес 152, кажется, грамма. Клипса не переставляемый. Монтаж, как я люблю, открытый. Лайнера не облегченные. Нож, ну, для своих размеров, относительно увесистый. Но Сергей говорит верно. Рукоятка скругленная, эдакая финочка. Очень комфортная. Слушайте, открывается он, в общем-то, совершенно легко и инерционно. Поэтому никаких проблем с открытием у вас не возникнет. Леди джентльмены, это прекрасный вариант на каждый день. В общем-то, не лишённый ряд недостатков, но в то же время не заслужен обойдённым вниманием. Очень рекомендуем присмотреться к ним. Продолжаем. О-о-о, кстати, Игорь. Игорь! Так, теперь твой. Да. До старой. Блин, у меня меньше. Как с ним разговаривать? Спасибо. Итак, номер два в нашем сегодняшнем обзоре. Osprey. От, собственно, небезызвестной компании Key SP. Слушайте, великолепный ножик. 14-ый Sandvik. 84 мм клиночек. Вес 99 грамм. Карбоновая рукоятка. Переставляемая клипса. Это темлячное колечко, интегрированное в бэкспейсер. Очаровательная клипса. Такая проволочная скрепочка. Великолепная механика. Подшипники работают как надо. В общем-то, отличный вариант на каждый день. В общем-то, для любой категории граждан. Единственным недостатком для меня лично... Ну, двумя недостатками. Представляется это А. Невыбранные лайнеры, что добавляет ему вес, несмотря на свой там условный не до 100 грамм. И. Б. Это некоторая угловатость. Все-таки делать ножи с рукоятками без скруления мне представляется в наше время некоторым образом недосмотром. Хотя многие могут со мной не согласиться. Флиппер. Работает великолепно. Смотрится чрезвычайно харизматично. Небольшой нож на любые повседневные нужды сгодится. Отличная насечка. Длины клинка на все задачи хватит. Что скажете, Сереж? На мой взгляд, это довольно-таки интересное решение было. Рукоять полностью из кармана, но при этом вставка из микарт, где есть темлечное отверстие. Толстые стальные лайнеры. Лайнеры стальные, да. Ну, я все-таки не люблю полностью прямоугольные рукоятки. Такое себе. Но спайдерковская проволочная клипса, по-моему, отличное решение. Класс. Реально класс. Она легкая, не очень заметная на кармане, элегантная. Киспи. Обалденная механика всегда, на мой взгляд, была. Ну, и 100 грамм для небольшого ножа, может быть, и перебор, но сильно не ощущается. Да. Помимо всего прочего, хочется вам напомнить, друзья, что у нас есть телеграм-канал. И помимо всех тех прелестей, которые мы возначаем обычно, хочется отметить вот что. Наш коллега Игорь, который вы видите сзади, создаёт уникальный контент. Это сториз, это видео, это уникальные фотографии, которые надо заметить, репостят мировые производители. Поэтому, ребят, подписывайтесь. Вы будете свидетелями создания самого клёвого передового контента в мире ножей. И реально будете видеть красивые, качественные вещи раньше всех. Продолжаем продолжать, как говорил Классик. И на очереди у нас Викинг Норвей, модель Гермес. Слушайте, ну, при всем моем скептичном отношении к этой компании, на удивление удачный нож. Спутки от середины обуха, сталь заявленная, D2. Вес в 113 грамм. Длина клинка 85. Достаточно тонкое сведение. Монтаж открытый. Клипса достаточно мягкая, непереставляемая. Интегрированная в бэкспейсер. Темлячное колечко. Слышите, учитывая, что ценник его на момент съемок 2920 рублей, думается, у меня отличный вариант для всех тех, кто хочет начать свой путь в мире ножей, или просто поиметь хороший рабочий предмет за скромные деньги. Викинг Норвей в последнее время вышел, конечно, на новый уровень все-таки производства ножей. В целом, да, клинок до 9 сантиметров, вполне комфортный нож. Ну, единственное, я бы, конечно, предпочел, наверное, более глубокую посадку клипса. Вполне себе зайдет. И да, ребят, слушайте, что касается комментариев под предыдущим роликом с той же темой, просто хорошие ножи. Некоторые наши зрители пишут, вы пытаетесь столкнуть неликвид, вы пытаетесь столкнуть залежавый товар. Видите ли, в чем дело? Ну, слушайте, при всем моем уважении к пишущим, внимание, вопрос. В свое время культовая шаола, совершенно новый ротный, совершенно новые там некоторые китайцы, которых мы представляем. Слушайте, не хочется никого залить, но это же правда хорошие ножи. Ведь наша задача не то, чтобы продать вам что-то, что не продается. Наша задача обратить ваше внимание на реально хорошие ножи, которые не стоят мега страшных денег, но при всем при том будут выполнять вполне адекватные задачи. Нет, спасибо вам за обратную часть, это всегда интересно. Мы вас читаем, мы вам отвечаем по возможности, это обязательно. Ну, блин, друзья, мир ножей безграничен. Давайте все-таки пытаться подобрать ножи для всех. Не все могут позволить себе спать дырка, некоторым хватит и китайца. Разбавим складные ножи и фиксами, Сережа. Да. Ну, я выбирал, собственно, Кизляр Суприм, модель Калады. В свое время очень много наделавшей шума ножек. Разрабатывался он, по-моему, при непосредственном участии Виктора Агре, одного из представителей Кизляр Суприма. Получился, на мой взгляд, отличный туристический нож, универсальный, с высоким спуском. Да, есть голамини фальш-лезвие, что добавляет, в принципе, прекрасность внешнего вида, ореховая рукоятка. В данном случае нам попался с очень интересным перепадом цвета ручки и древесных волокон. Модель фуллтанк, но при этом он облегченный внутри, легкий. Крепление на три винта, прекрасные погружные ножны в комплекте. С двумя петлями, опять же, о чем говорил в одном из предыдущих роликов. Есть вариант жесткого подвеса, либо полусвободного через кольцо. Как удобно, так и носить. Сталь здесь заявленная АУС-8. Нож сам по себе весит 213 грамм всего. Для фикса в поход за грибами, в какую-то поездку длительную на природу, отличный вариант. Клинок у него ровно 10 сантиметров заявленной длины. На мой взгляд, в таком размере ножи, наверное, наиболее самые ходовые. Из того, что мы имеем. Вполне себе адекватная, не капризная сталь. Нержавучая, достаточно вязкая, легко правится. Гламинка, которая позволит легко закрепить в любой заточной системе, адекватно заточить. Руководочка Full Tank. Из претензий. Отсутствие темлячного отверстия. Все-таки на фиксе, тем больше на фиксе, который мы мыслим, как что-то для леса, темничок не лишний. Грибочки собирать и прочая история. Сведен он достаточно тонко. В остальном, маленький, аккуратный, совершенно универсальный ножик. Сколько он сейчас стоит? Посмотри, пожалуйста. Сейчас он где-то в районе 2925. За 3 рубля. Full Tank в 10 сантиметров на АОС-8. Друзья, отличный выбор для грибников, охотников. Учитывая кожные ножны на полусвободном подвесе, возможно, жестко закрепить. Вообще, и в пир, и в мир, и добрые люди. Вторая модель фиксированного ножа в нашей подборке. Real Steel Arbiter. Ну, что я вам могу сказать, друзья. Какое-то время назад, летом, по-моему, эту модельку рассматривали. Модель, слушайте, длина клинка 133. Да, вес довольно серьезный. Это Full Tank с накладками SG10. Здесь нет темлячного отверстия. Но при всем при этом, прямые спуски, достаточно толстый обух, чуть больше 4 мм, насечка под палец. То есть, в принципе, для каких-то тяжелых лагерных работ этот нож подойдет как нельзя лучше. Ценник его 6 290 рублей. Может быть некоторый перебор. При том, что это 9 Chrome 18 Maribden Vanady. Прекрасные ножны из Кайдекса. Такая вот отличная стропа. Висит надежно. Куча люверсов. При желании, нужно их поставить на Tech Lock. Закрепить горизонтально и вертикально. На разгрузке, на рюкзаке, на чем-то таком, на кнопочке. Крепеж Tech Lock это специальная пластиковая клипса, которая позволяет крепить нож не только в одном положении, но в вертикальном положении, но в то же время регулировать его наклон на снаряжении, либо на поясе под разными углами. Клипса такая является быстросъемной. Некоторые ножи в Кайдексе ей комплектуются. Ну, на данный момент здесь поставили просто обычную стропу. Касаемо ножа. Очень действительно в свое время было интересное решение, когда накладки из G10 либо другого материала оказываются чуть меньше, чем... Чуть уже. Ну, уже, да, чем хвостовик ножа. А можно? Да-да-да, мой юный друг. Все именно так. Здесь есть замечательное демлячное отверстие. Сразу мы его не заметили. Скрыто оно очень достойно. То есть, если посмотреть вот сюда, оно интегрировано ровно в те самые выступающие части... Накладки, да. ... самой пластины, которая определит единое целое с рукоятью и клинком. Наш... Наш промах. Промах. Прошу прощения. Согласен. Внушительный размер. Поехали. Поехали. Продолжаем по складным ножам. Следующий на очереди. Как это не смешно? Финка НКВД. Но складная версия. От компании Reptilian. Данный нож выбирал я. Со мной немножко спорили. Но в целом. При всей нелюбви ножевого сообщества к Финкам НКВД компании Reptilian удалось создать, на мой взгляд, один из интереснейших ее вариантов. Во-первых, это спуск от обух. Она складная. С адекватным внешним видом. На подшипниках с глубокой клипсой. Рукояткой G10. Да, ножик немножко тяжеловат. Но при этом, в отличие от ее фиксированного собрата, общеизвестного, этот ножик будет резать. Его выступы верхние и нижние не будут мешать работать по продуктам на доске, если вы где-то в походе решили приготовить себе поесть. Настрогать салат и прочего. Прекрасная механика с подшипниками. Открытая конструкция на торцевой части. То есть ее легко промыть, смазать подшипник и прочее. Очень интересная легенда появления вот этого зацепа. При ножевом бое для морских котиков это должно было оставить противника. Морские скотики, ну да ладно. Но тем не менее, в итоге появился прекрасный элемент открытия, когда мы дергаем, упираемся в карман штанов и открываем нож. Очень интересная система. Ну что ж, при всем моем скептичном отношении к этому форм-фактору, все, что сказал Сережа, это прямой спуск, это адекватная совершенно рукоятка, это облегченные лайнеры, открытый монтаж, достаточно мягкая клипса. Да, непереставляемая, но так ли это важно? За достаточно скромные деньги. Сталюга D2. В остальном, слушайте, для фанатов финок и финок НКВД и тому подобных штук, штука не безинтересная, потому что работать это будет однозначно лучше, чем все то, что позиционируется как вот те самые финки НКВД. Приближаемся к концу подборки. У нас, собственно, такой малыш Кайзерспот. 154CM. Спуски от двух третей. Длина клинка 74. Да, малыш. Носечка на обухе, хищный клиночек, открытый монтаж, облегченные лайнеры и мягкая клипса. Вес всего-навсего 75 грамм. Да, совершенно скромный нож. Отдельно доставляет рукоять. Слушайте, вполне себе джентльменский нож за довольно разумные деньги. Мне реально это очень близко. Ножи играют другими красками, это красиво. Может быть, и всем будет понятно, модифицированная форма клинка. Но да, небольшой нож городской, когда мы какие-то сверхзадачи на нож не возлагаем, прекрасная замена. Я часто таскаю, ну, подобный размер вторым ножом. Ну, тащить карандаши и открывать коробки. Слушай, ну, в принципе, в паре они будут прекрасно смотреться. Разве нет? Ну, и давайте заканчивать все это слегка затянувшиеся действия. Сережа? Ну, в данном случае на концовку я оставил нож Роксон. Компания Роксон не так давно вышла на рынок ножей, мультитулов и прочих аксессуаров EDC-шных, потому что мы таскаем с собой брелки и мультитулов. У них большой выбор. В данном варианте это нож, но с небольшой подоплекой. То есть, помимо клинка Танта на лайнер Локи, нож довольно-таки широкий, у него есть маленький плюс, есть ножницы. В отличие от всем известных викторинексов, ножны силовые. Я бы, наверное, определил этот нож как легкий дачный, наверное, аксессуар. Мы можем, собственно, работать прекрасно по открытию упаковок, каких-то мешков с удобрением и прочими прелестями, в то же время заниматься прививкой, если садовод-любитель любит селекционировать яблони и прочие прелести. Благо я с дачниками часто общался, иногда... Я бесконечно далек от дачной темы, ничего по этому поводу сказать не могу. В остальном, это первый, черт возьми, мультитул с тантованным клинком, который я вижу. Линейный замок. Открывается все вполне интересно и информативно. Нож не тяжелый, что приятно, в отличие от большинства мультитулов, такие есть клипсы. Ножницы действительно силовые. Два предмета всего. Два предмета, ну да, наверное, для всякого рода каких-то дачников, чего-то такого будет интересно. Опять же, хотелось бы услышать ваше мнение, а для чего такая штука будет максимально, оп, интересно. И на этой оптимистической ноте мы, как всегда, говорим вам. До свидания. Легкого реза. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова